Радиотеатр Цветной Радиотеатр 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 Может, кто из более опытных на него сядет? Я очень хочу Тебя как зовут? Соня Соня? Ну давай, только это, не спи Смеются над тобой? Не обращай внимания Не умеешь ездить, не беда Я тебя научу Садись в седло поудобнее Вот так Молодец, Соня! Запомни Искусство всадника заключается в том Чтобы не мешать лошади Вы, наверное, думаете Лошади не разговаривают? Хех, разговаривают Только не все их понимают Вот Соня сразу поняла Что ей говорит кабачок Для начала я покажу тебе свое стойло Эй, эй, эй На кабачке вы куда? Кабачку что-то надо в конюшне А всадник на лошади зачем? Возьми повод покороче И вставай в смену Повторяю еще раз Не мешай лошади Я и сам слышу Они вышли на поле И встали в хвост за белой лошадью Это и называется Смену Смена прошла круг Другой Инструктор загорал в центре Рядом с ним растянулся пес Мел Пыль, жара На шее неумеха сидит Не сердись Я научусь ездить И тебе со мной будет интересно Когда еще ты научишься? Может, ты хотя бы упадешь? Ну, а это обязательно Ну, нельзя же просто сесть и поехать Как на трамвае Ну, как скажешь Надо, буду падать Нарочно неинтересно Смотри-ка Этот лежит на солнышке И ухом не ведет Кто? Да Мел Смотри-ка Устроился Давай Дадим еще круг И сходим в лес Эй, на кабачке Куда пять? Соня Будь с ним построже Надоело мне скакать по кругу Мы сейчас что-нибудь сделаем Мы прыгнем через барьер Ты поймешь, что значит немножко летать Думаешь, нам разрешат? Конечно, нет Мы прыгнем как-нибудь нечаянно Боишься? Нет А зря Я первый раз боялся Нужно только как-нибудь отвлечь внимание Придумал Ну-ка, держись, Мел Кабачок вдруг решительно прыгнул в сторону Мела Пес с просонья вскочил и залаял А дальше начался переполох Потому что лошади очень пугливые Стоит рядом с ними внезапно залаять Они страшно пугаются Не пробовали? Так вот, на этот раз две лошади понесли, что есть мочь Чалая лошадка ривьера встала на дыбы А тяжеловоз Руслан шарахнулся в сторону На поле побежали конюхи Поднимать упавших всадников И ловить разбежавшихся лошадей А Кабачок Ха-ха-ха-ха-ха И он Держись за гриму Летим И они прыгнули Мимо пролетали птицы И с удивлением глядели На летящую навстречу лошадь Здравствуй, лошадь Глава вторая Хороший сон Стоила Кабачка Третья дверь налево На двери табличка Кабачок Стучать два раза или три Но негромко Негромко, чтобы соседей не беспокоить Соседи Кабачка Лошади почтенные Справа Мудрая гнидая Кобыла-халва Слева Косматый тяжеловоз Руслан А наискосок Чалая красавица Ривьера У Кабачка Тесновато Зато уютно Опилки свежие Кормушка чистая Особенно Кабачок Любил свою соломенную подстилку Сны на ней снились Исключительно интересные Однажды снится Кабачку Будто скачет он по лесу И видит Чалая ривьера Стоит и плачет Что плачешь, красавица? Да как же мне не плакать? Хочу седло надеть А не могу И каю И оно все время сваливается Уж и так пробовала И сяк И даже С разбега Не беда Давай помогу Седло подержу Вот Готово Спасибо тебе, Кабачок Ты самый ловкий Я самый-самый ловкий Я самый-самый ловкий Я самый-самый ловкий Поскакал Кабачок дальше Видит, стоит мудрая кобыла-халва И плачет Что плачешь, тетушка? Да как же мне не плакать? Слово только что узнала ученая И сразу Забыла На какую букву начинается? То ли на П То ли на С Пампасы? О! О! Какое слово Пампасы А что с ним делают? В пампасы бегут, не оглядываясь О! Спасибо тебе Ты самый умный Я самый-самый ловкий Я самый-самый умный Я самый-самый ловкий Поскакал Кабачок дальше И видит, где жиловоз Руслан Стоит и плачет Что плачешь, дружище? Да как же мне не плакать Сено надо отвезти А сил нет Давай помогу Отвезли они сено, куда надо было Вот спасибо Выручил ты меня Ты самый сильный Я самый-самый ловкий Я самый-самый умный Я самый-самый сильный Тут Кабачок проснулся Потянулся, выглянул в коридор Что-то, Халва, ты сегодня рано Не привыкла дрыхнуть до обеда Как некоторые Что снилось, Ривьера? Ой, не спрашивай До сих пор страшно Ерунда Это же сон Тебе все ерунда Как дела, Руслан? Руслан! Отстань, я сплю Все равно они славные И тут его взгляд упал на дверную табличку По-моему, пора менять вывеску Кабачок снял табличку и написал Кабачок Сильный, ловкий, умный Я самый-самый ловкий Я самый-самый умный Я самый-самый сильный И Кабачок стал ждать, пока табличка высохнет Среди дня заходила конюшенная кошка Машка Обменялись новостями И между делом Кабачок показал ей новую табличку Знаешь, не вешай эту табличку Почему? Ну, ты же не хочешь, чтобы другие расстраивались Что они не такие Ты же добрый Ты права Он взял табличку и подписал Кабачок Сильный, ловкий, умный и добрый Жаль, нельзя повесить И Кабачок зарыл табличку в опилке С тех пор, если Кабачку грустно, он достает эту табличку И на душе становится веселей Здравствуй, лошадь! Глава третья Полезное общество Было жарко Все, кому не лень, ленились Лошади, кошки, собаки Даже мухи не суетились, а летали плавно И уж если куда долетали, то сидели там и ленились Скажи мне, Соня Скажи мне, как вы, люди, решаете проблему мух Что? Представь, садится на тебя муха Ты хочешь ее согнать и вдруг обнаруживаешь, что у тебя нет хвоста Ну, можно рукой? Неудобно Я думаю, у многих людей такой сложный характер именно потому, что они совершенно не приспособлены к жизни Бегают медленно Поднять могут мало И вообще они какие-то лысые И потом, это должно быть страшно неудобно, все время ходить на задних ногах А вот зачем им передние? Ну, как зачем? Например, чтобы есть Зачем? Ведь можно же и без рук вот так Но руками можно делать массу дел Например? Ну, надо же, ведь поди, объясни лошади, зачем нужны руки Есть можно без рук, взять что-то тоже можно без рук Я люблю, когда меня рукой по шее похлопывают Я и не говорю, что руки совсем не нужны Я люблю, когда мне яблоко с руки дают Гораздо приятнее, чем из соломы выкапывать и от опилок отплевываться Но все-таки они какие-то никудышные Это уж точно, бедный ребенок Ах, бедный, бедный ребенок Среди них встречаются, конечно, некоторые полезные Редко Ну, зачем ты так? С некоторыми вполне можно иметь дело Надо их охранять, а то наши дети не узнают, что такие бывали Я придумал! Нужно создать общество защиты двуногих Точно! Общество защиты двуногих Мы разработаем специальные правила охраны Правило первое Некоторых двуногих нельзя легать Даже если они подходят сзади Даже если с неясными намерениями И даже если очень хочется Правило второе Их необходимо обеспечивать работой по конюшне, чтобы постепенно развивались И главное Их надо охранять Предлагаю завести книгу Охраны двуногих Чтобы записывать тех, кого мы охраняем Кого мы запишем? Ладно, Соня Тебя запишем Соня была в замешательстве С одной стороны, это ужасно неприятно Когда в тебе находят столько недостатков А с другой, все-таки неплохо, когда все бросили свои дела и стали тебя охранять Кого еще? Давайте еще новенького конюха Очень полезный Старается Еще? Хватит Тут как раз из конюшни вышел новый конюх Руслан, нам сказали с тобой за сеном съездить Внимание! Охраняй! Ура! А как? Не знаю Сейчас разберемся И лошади с деловым видом стали окружать конюха Эй, эй, что происходит? Не кричи В чем дело? Не бойтесь Сейчас я позову кого-нибудь Вот Ты их охраняешь А не раз и бежать Вычеркни его Будем мы за ним бегать Так было создано общество защиты двуногих Лошади в этом обществе относятся к людям терпимо и прощают их многочисленные недостатки Ведь в конце концов любой самый никчемный, никудышный человек годится на что-нибудь Ну там, почесать шею или подержать яблоко, чтобы оно не пачкалось Здравствуй, лошадь! Глава четвертая Лошадиная страна Как-то раз Соня сидела на лавочке и болтала ногами Эй, привет, Соня! Здравствуй, Кабачок! Что-то тебя давно не видно Я теперь езжу на халве А почему не со мной? Говорят, я с тобой не справляюсь Глупости! Я отлично с тобой справлялся Почему нас, лошадей, никогда не спрашивают? Соне стало стыдно за людей Тем более, что вокруг собрались и другие лошади Неладно что-то в нашем государстве Так выражался главный конюх Его старались не слушать, чтобы не портилось настроение И напрасно Стоило халве произнести какую-нибудь его фразу Как остальные лошади замолкали в почтении А что такое государство? Ты не знаешь, что такое государство? Не знаю А зря! Ну-ка, Соня, скажи ему А государство – это когда есть футбольная команда Когда все вместе празднуют всякие праздники И вообще друг друга понимают И что? Им никто не мешает праздновать? Ну, чтобы не мешали, они отгораживаются от остальных границей Здорово! А у лошадей бывает государство? Не знаю Что? Хотя Австралию иногда называют страна страусов и кенгуру А Антарктиду – страна пингвинов Давайте устроим лошадиную страну Давайте! Почему бы не попробовать? А с чего начинается лошадиная родина? Соня, повтори, пожалуйста, как это делается? Надо праздновать Что праздновать? Ну, например, Международный день тяжеловоза Прекрасно! Завтра день тяжеловоза Почему завтра? Сегодня А завтра? А завтра тоже день тяжеловоза И в этот праздник ни один тяжеловоз не будет работать Что же мы будем есть, если ты не поедешь за овсом? А вам что? Сложно в праздник самим сходить? С праздниками решено! Остались, кажется, граница и футбол Вот тут-то и оказалось, что государство – дело хлопотное Во-первых, никто не хотел носиться по полю Одна ривьера согласилась побегать Но у нее было четыре ноги И она никак не могла разобраться, какой из них ударять по мячу Ничего! Пингвинов-то мы уж точно обыграем! С государственной границей дело, понимаешь, тоже не заладилось Лошади долго не могли понять, как и, главное, от кого отгораживаться Мне кажется, если мы друг друга понимаем, то мы в одном государстве Ты меня понимаешь? Понимаю, а ты меня? Ого-го! Все непременно! Все друг друга понимали, но с границей дело не прояснилось Вспомнила! Обычно на границе стоит шлагбаум! Тогда я знаю, где граница! Она за мной! Весь табун поскакал за кабачком, и он вывел всех к старому шлагбауму Назначение которого до самого последнего времени было не совсем известно Лошади с почтением стали рассматривать шлагбаум Смотрите! Вот она, граница! Пока мы с одной стороны, мы понимаем друг друга Ривьера, ты меня понимаешь? Понимаю! А ты, Руслан? Конечно! Что я, глупый, что ли? Значит, мы внутри государства А теперь смотрите! Я выхожу за эту палку Ты меня понимаешь, Ривьера? Кажется, уже нет Вот! Это потому, что я за границей! Ура! Как хорошо, когда вокруг тебя все понимают Когда никто, совсем никто, друг другу не мешают Когда попковочка звенит и под уздечкой не болит И каждый встречный говорит с улыбкой Здравствуй, лошадь! Здравствуй, лошадь! Основная работа была сделана И лошади радостно поскакали в конюшню Потому что уже порядком намаялись с этим государством На обочине стояла машина Она фыркала и никак не желала заводиться Водитель нервничал И кабачок решил его приободрить Поздравляем вас с днем тяжеловоза! Уберите лошадь! Я не могу проехать! Милиция! Машина внезапно взревела И, подняв тучу пыли, унеслась Причем здесь милиция? Непонятно Пожалуй, от дороги стоит отгородиться границей Только они обо всем договорились Как на дорогу вышел главный конюх Соня, ты их поймала! То один удерет, то другой, а то целый табун! Кабачок хотел было его утешить Сказать, что все налаживается Граница установлена Футбольная команда создана Праздники празднуются Ну, а потом подумал... К чему слова? Он и сам все поймет Когда-нибудь... Путник Если у какого-нибудь шлагбаума Тебе встретится улыбчивая лошадь Знай, ты как раз на границе Лошадиного государства В этой гостеприимной стороне Ты всегда можешь рассчитывать На теплый прием Ведро воды Горсть овса И солому Кстати, когда бы ты не приехал Можешь смело поздравлять Всех с днем тяжеловоза Руслану так понравился Этот праздник Что он празднует его До сих пор Здравствуй, лошадь! Глава пятая Лошадиный портрет в интерьере Однажды Неподалеку от конюшни Соня с Кабачком Наткнулись на художника Художник подскакивал к Мольберту Быстро делал несколько мазков Потом отскакивал И долго разглядывал Что это он делает? Изображает то, что видит Зачем? Чтобы увековечить Представь, он нарисует твой портрет Ты повесишь его дома над камином И твои внуки будут глядеть на портрет И говорить Все-таки он был ничего Наш рыжий дедушка Кабачок Хорошо Пусть нарисует мой портрет Ну не знаю, согласится ли Художники обычно рисуют прекрасных дам Почему это? Пойду у него спрошу Кабачок встал между художником и Мольбертом Лошадка Лошадка Ты мне мешаешь Скажите, а правда художники обычно рисуют дам? Не только Вот ты был когда-нибудь в музее? Нет Нет? О, это серьезный пробел в твоем образовании О чем думают твои мама с папой? Все рисуют И пейзажи, и людей Кому что нравится А вам нравятся лошади? Нравятся, когда они мне не мешают Художники, Соня Обычно рисуют лошадей Вот ты когда-нибудь была в музее? Нет Это серьезный пробел в твоем образовании О чем думают твои мама с папой? А я как раз была в музее, а вот тебя следовало бы сводить Ну и своди Кабачок, а давай ему предложим нарисовать нас обоих И я повешу наш портрет дома Нет, это я повешу Ну какой ты несговорчивый сегодня Так будет он меня рисовать или нет? Кабачок снова навис над Мольбертом Лошадка, опять ты? Какой чудесный рыжий цвет Девочка, ты при лошади? Ты не могла бы поставить лошадь вон там? Кажется, он будет рисовать тебя Пойдем встанем, где он сказал Что я говорил? Назад левее, еще чуть-чуть Вот хорошо Замри Кабачок замер Но тут же ему захотелось Почесаться Или поваляться И выяснить, не пора ли обедать В общем, он заерзал на месте Да стой ты! Мухи! Ну давай я тебя буду обмахивать Так лучше? О, да Может, ты мне травки хотя бы нарвешь? Сейчас Вот, спасибо Надо придумать, куда мы повесим эту картину Чтобы все могли видеть Пойду посмотрю, что получается На картине переливалось зелено-желто-синее море трав Это было так прекрасно Что всякий, кто смотрел на картину Невольно начинал любить природу Но... Что это? Но вместо лошади Вместо маленькой рыжей лошадки Что это такое? Там было какое-то оранжевое недоразумение Соня не верила своим глазам Может, эта картина загадка? Может, зритель должен отыскать, где лошадь? Простите? А где тут лошадь? Что? Ну, где лошадь на вашей картине? Лошадь? Вот Это лошадь? Да, это лошадь Знаешь, Кабачок Оказывается, он не умеет рисовать лошадь Как это? Ну, совсем-совсем не умеет Не может быть Пойдем посмотрим вместе Да... Не совсем похоже Точнее, совсем не похоже Хочешь, я тебе еще травки нарву? Нет Не хочу Все просто ужасно Портрет не получился Придумала Я тебя сфотографирую И сфотографировала Кабачок на фотографии получился как настоящий И уши, и глаза, и рыжая грива Лошади по очереди подходили к фотографии Очень похоже Очень-очень похоже Очень-очень-очень похоже Соня Теперь я запишу тебя В книгу охраны двуногих Второй раз Теперь под цифрой один В книге было записано Соня А под цифрой два Соня с фотоаппаратом Здравствуй, лошадь Глава шестая Лошадь тянется к искусству Помнишь, ты обещала сводить меня в музей? Я сегодня могу По-моему, лошади не ходят в музей Я ни разу не видела Вот и увидишь В музей нельзя бегать и громко разговаривать Я буду вести себя тихо Соня не нашла, что возразить И они поскакали в город По дороге Соня учила кабачка В музеях обычно говорят об искусстве Хорошо, будем говорить об искусстве Только надо потренироваться Начинай Об искусстве обычно говорят так Не правда ли на этом портрете нарисована голова? А я что должен отвечать? Несомненно А дальше? А потом можно так Это дерево совсем зеленое А я? Безусловно Или, ну, что-то в этом роде Безусловно Конечно, я никогда не видела, чтобы лошади ходили в музей Но, может, я ходила не в те музеи? Или мы ходили в разное время? Безусловно В самом радужном настроении они подъехали к музею С лошадями нельзя Называется портрет Безусловно Так надо про портрет говорить? Да Как странно На всех портретах изображено одно и то же Как это? Ты сравни Здесь нос И там нос Здесь рот И там Глаза 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 А тут, правда, уши не видны Знаешь, художники в этом музее рисуют гораздо лучше, чем тот, что водится в наших краях Ну, они просто по-другому рисуют У них не только можно понять, где у лошади голова Но иногда и где ноги Смотри, как красиво горцует Я тоже так умею Лошадь? Вы с ума сошли? Лошадь в музее? Нельзя Вы что, не видели при входе надпись? На роликах и с велосипедами нельзя Он без велосипеда Это переходит все границы Я пойду к директору Сейчас выгонят А мы толком ничего и не посмотрели Слушай, давай так Если на тебя смотрят, ты притворишься статуей Зачем это? Ну, чтобы нас не выгнали Смотри-ка Лошадь с крыльями Это Пегас Лошадь поэтов Они сразу крылатые рождаются Или у них постепенно отрастает? Я слышала выражение У него выросли крылья Так что, наверное, не сразу Не знаю То есть, если найти поэтов Заделаться к ним лошадью То, может, отрастут? Кстати, а ты кем будешь, когда вырастешь? Не знаю А поэтом не хочешь быть? Ты смешной кабачок Это мифическая лошадь У нее мифические крылья Какая разница? Мифические, не мифические Лишь бы летали Соглашайся От волнения кабачок почувствовал страшный голод Он приблизился к одному из пейзажей И попробовал ущипнуть травку Ты что делаешь? На тебя смотрят! В моем зале никогда не было лошадей Это чучело лошади Сама ты чучела Чучела? Не было чучела Может, это из другого зала? А где инвентарный номер? А этот инвентарный номер, как он выглядит? Ну, такая бирочка железная Соня быстро оторвала железяку от соседней картины А, вот она И правда Пойду уточню в реестре Уходим! Подожди Я хочу понять Когда он взлетает, что делают ноги? И наоборот Когда бежит по земле Куда он девает крылья? Не понимаю Это инвентарный номер от картины Летний полдень Тогда ясно Лошадь сошла с картины Деточка Как лошадь могла сойти с картины? Никак, но я вижу лошадь посреди музея А у вас есть другое объяснение? Нет А сейчас пройдемте в следующий зал Сейчас мы увидим удивительную картину Смотрите, лошадь! Настоящая лошадь! Не трогайте экспонат Я не экспонат Это же лошадь! Ну, лошадь и что? Лошадь, а ты можешь нас покатать? Почему вы не предупредили? Здесь никогда не было лошади И мне так казалось А теперь есть! Не знаю, что и думать Лошадь, ты тут работаешь? Хорошо Дети, продолжим Лошадь, а что ты ешь? А как тебя зовут? Мы пришли смотреть картины Девочка, это ваша лошадь? Нет А чья? Это самостоятельная лошадь Ну и времена! В этот момент в зал торопливо вошли директор музея, служители и милиционер Вот, лошадь! Спасибо, нам у вас очень понравилось Приходите еще Непременно Знаешь, Соня, если они хотят, чтобы дети добровольно к ним шли Им надо взять на работу хотя бы одну лошадь По моим сведениям, некоторые музеи сейчас так и делают А Соня в последнее время всерьез подумывает, а не стать ли ей поэтом И она даже написала песню сама Счастливо жили назавить соседям Джон и Толстушка Дженни Джон в кабаке с утра до полночи просаживал все до пени Если же в полночь не возвращался домой ее милый Джонни Толстушка в кабак за ним посылала гнидую лошадку Бонни Бонни вперед, Бонни вперед, сквозь непогоду и пасмурным днем Хозяином домой привезем Всегда домой привезем Бонни вперед, Бонни вперед, сквозь непогоду и пасмурным днем Хозяином домой привезем Всегда домой привезем Пойдем же, хозяин, постой старинам В кружке бока я не вижу дна Садись-ка со мной и выпьем вина Куда нам спешит старина Напрасно Дженни всю ночь напролет Сидит у окошка и мужа ждем Джонни с лошадкой всю ночь за столом Толкуют за кружкой с вином Бонни вперед, Бонни вперед, сквозь непогоду и пасмурным днем Хозяином домой привезем Всегда домой привезем Бонни вперед, Бонни вперед, сквозь непогоду и пасмурным днем Хозяин он домой привезет Всегда домой привезет Здравствуй, лошадь! Глава седьмая Лошадь в городе Соня с Кабачком показались на пороге музея Улица остановилась Смотрите, из музея выходит лошадь Видишь, лошадь в музей ходит А тебе бы все в футбол гонять Но я же не знал, что там лошади Люди улыбались и расступались А Кабачок с Соней на спине Раскланиваясь направо и налево Гордо шествовал по улице Тут из-за угла, поплевывая в разные стороны водой Вывернула поливальная машина Кабачок в восторге побежал за ней Нам уже пора в конюшню Это в другую сторону Разве? Смотри, я там отражаюсь в мокром асфальте Вверх ногами Нет, лучше не смотри Когда ты наклоняешься, портится мой силуэт За поливальной машиной они обижали полгорода Во всяком случае, Соне это порядком надоело А Кабачок, Кабачок, наоборот, был в восторге Наконец, машина остановилась и выключила свои фонтаны Из нее вышел водитель, помахал Кабачку и скрылся в подъезде Теперь в конюшню Только я не знаю, как Ну, ты даешь А как ты обычно ездишь на конюшню? Ну, сначала на метро, потом на автобусе Метро? Это поезд такой Нет, поезда грохочут Давай по-другому А я не знаю, как по-другому Я даже не знаю, где мы Они попробовали пойти назад по мокрому следу Но летом асфальт сохнет быстро И след скоро закончился Сейчас свернем, и все будет ясно Кабачок сворачивал то вправо, то влево И когда они в очередной раз свернули Из-за угла показался огромный всадник Я знаю, где мы Это памятник Юрию Долгорукому А лошадь как зовут? Не знаю Эх ты Раз ты с ним знакома, спроси, где конюшня? Памятники не разговаривают Ерунда Вы не подскажете, где конюшня? Смотри-ка Всадник показывает в одну сторону Лошадь в другую Я бы поверил лошади Лошадь дорогу в конюшню всегда найдет Они всегда смотрят в разные стороны Значит, плохой всадник Не может с лошадью договориться Тут Юрий Долгорукий возмутился Он вообще хотел что-то сказать Но, знаете, вовремя вспомнил, что он бронзовый И промолчал Зато не выдержал его конь А что, Юрий? Пойдем покажем? Покажем! Работать надо, а не гулять Вот одна статуя поскакала И испугала прохожего до сумасшествия Это кто? Ты не знаешь Из другого города Ничем не могу вам помочь, сударыня Может, все-таки проводим? Мы на работе Всегда вы, Юрий, со мною спорите? Молчи! Уволю! Интересно, а на ком вы тогда сидеть будете? Да, толку от них мало У него такой сложный характер Я ему налево, он направо И так всю жизнь Бывает Еще одно слово И ты освобожден от занимаемой должности И это мое последнее слово Пойдем звонить папе Он что-нибудь придумает Он у тебя водитель коневозки? Нет К сожалению, он у меня конструктор Папа Я заблудилась Ты где? Около памятника Юрию Долгорукому Это проще простого Спускаешься в метро Пап, я не могу в метро Лошадь не хочет Кто? Лошадь Ты шутишь? Как вы туда попали? Папа, разве это имеет значение? Стойте на месте Я сейчас приеду Папа обещал приехать Кабачок, ты где? Кабачок! Помогите! Уберите лошадь! Что же это делается? Кыш, кыш! Соня увидела кабачка Кабачок ел цветочки А продавщица бегала вокруг И в отчаянии махала руками Вокруг собиралась толпа любопытных Кабачок, что ты делаешь? Это ваша лошадь? Немедленно заплатите! Тюльпаны из Голландии! Да видно ли дело? Из Голландии? Ух ты! Кабачок! Их нельзя есть! Раздался свисток И стошно загудели машины Кабачок испугался И дернулся бежать Но Соня повисла на поводе Да не гудите вы! И не свистите! Неужели непонятно, что лошадь боится? Или вы хотите, чтобы лошадь здесь все разнесла? Мгновенно стало тихо Я могу вам помочь? Вы можете утешить эту женщину? Видите ли, мадам Лошадь – животное травоядное Не стоит так расстраиваться из-за этого Чисто научного факта Тут, издалека, послышалось урчание мотора Машина приближалась Тише! 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 Это папа! Я узнаю звук мотора! Он сейчас все решит! Папа быстро оценил ситуацию Вы уж простите лошадку Она кушать хотела Я заплачу Ага! Да ничего! Конечно, конечно! Что же, мне жалко, что ли? Некоторые цветами любуются Некоторые едят Может, лошадка и гвоздики попробует? Нет, она уже наелась Да что вам? Для лошадки цветов жалко? Кушай, лапушка Я заплачу Все стали скупать цветы И предлагать их кабачку Кажется, ему понравились тюльпаны А хризантемы ты любишь? Извините, нам пора Папа, нам пора в конюшню В машину он не влезет Вот если приделать к машине фургончик Придется тебе, кабачок, идти за машиной Отлично! Я и забыл, что лошадь самоходная Соня, быстро в машину! Я лучше верхом! Толпа почтительно расступалась Некоторые поспешно протягивали последние цветы Спасибо! Я не могу все сразу Отдайте Соне Доем по дороге Уже смеркалось, когда машина подъехала к конюшне За машиной шагал кабачок И пел песню Если вы вдруг захотите порадовать вашу лошадку Вы цветы ей подарите Желательно свежие сгрядки И тюльфаны, нарциссы, пионы Любым будет рада она От нежных цветочных бутонов В душе у лошадки весна От нежных цветочных бутонов В душе у лошадки весна Где ты пропадал, кабачок? В городе В музей ходил Город — это сказка Там приветливые люди И полные цветов лошадиные рестораны Хотите, тюльпаны из Голландии Хотите, нарциссы Еще там ездит поливальная машина Которая делает из аспальта зеркало Машины? Нет, что вы! Они такие почтительные Если их попросить, они тут же замолкают Кабачок полюбил стоять на холме И слушать ветер из города Шум машин, свистки милиционера Обрывки разговоров Иногда ему кажется, будто в этом шуме Он слышит голос Юрия Долгорукого И его коня И тогда кабачок думает, что они опять помирились Здравствуй, лошадь Глава восьмая Почти детектив Большей напасти, чем кикиморы, для конюшни нет Это вам любая лошадь скажет Мало того, что эти вздорные существа устраивают всякие пакости Так они еще, знаете что, они путают лошадиную гриву Так что приходится состригать ее чуть ли не под корень А что это значит? Это значит месяц носу из конюшни не высовывать Потому как, ну разве можно уважающей себя лошади Показаться в обществе вот в таком вот виде, а? Теперь представьте, что почувствовал кабачок однажды утром Когда вся его грива оказалась спутанной, а местами заплетенной в косички Кикимора, больше некому Происшествие дня одно за другим подтверждали страшную догадку С утра тяжеловоз Руслан потерял сразу две подковы Потом в ведре с водой был обнаружен лягушонок А когда сама собой перевернулась тачка с овсом Последние сомнения отпали К полудню все лошадиное общество только и обсуждало Что методы борьбы с кикиморами Впрочем, Ривьера полагала, что это вовсе не кикимора, а леший Да, а Руслан был уверен, что это черт знает кто А халва только обмахивалась от волнения хвостом Скоро все пришли к выводу, что так это оставить нельзя Да, с этим надо бороться Надеяться, правда, было не на кого Кошка Машка, которой было поручено следить за порядком ночью Вот уже несколько дней как куда-то запропастилась Это тоже неспроста Надо кикимору выгнать Правильно, но как? Поскольку кикимора охотится за лошадиной гривой Надо всем выйти из конюшни и спрятаться Как только кикимора выскочит за нами Быстро вернуться и закрыть дверь Не пойду А вдруг это... Леший Тогда надо ставить капкан Все стали обсуждать устройство капкана Но когда все уже было почти готово Все-таки больше похоже на кикимору Тогда капкан не годится А что если мы напугаем кикимору Раньше, чем она напугает нас Мы создадим страшный шум Начнем топать ногами Не буду Меня еще заново не подковали Хорошо Ты не будешь топать Когда появится кикимора Ты дашь сигнал И мы все начнем топать Она испугается и убежит И тут мы закроем дверь Ты перепутала Это из другого плана Итак, решено Будем громко топать Предлагаю прорепетировать Слушай мою команду Раз Два Три Кикимора Где? Ривьера пулей вылетела из конюшни Халва стала яростно брыкаться А Руслан показал огромные зубы И зарычал Квачок тоже хотел было бежать брыкаться и рычать Но вовремя вспомнил, что нужно топать ногами Руслан, а ведь лошади не умеют рычать А это я, чтоб кикимору запутать Хе-хе-хе-хе-хе-хе Хе-хе-хе-хе-хе Ты че топаешь? Нет никого Ничего смешного Халва обиженно удалилась в стойло А ривьеру поймали только через час Вечером кабачок долго не мог уснуть Потопать-то я потопаю А вдруг не поможет? А вдруг поможет? Но Кикимора не испугается Главное быть готовым Кабачок даже приподнял одну ногу Чтобы в случае чего топать без промедления Так он и уснул с поднятым копытом И тут ему приснился пренеприятный сон Ему приснилось, что его со всех сторон окружают кикиморы У кикимор светились глаза и шерсть стояла дыбом Кабачок в ужасе проснулся Но сон не кончился В темноте на него смотрели по меньшей мере шесть глаз Кикимора Глаза приближались Кабачок вскочил и стал пятиться в угол Но очень быстро оказалось, что пятиться некуда Кабачок встал на дыбы и громко заржал Эй, что там? У входа в конюшню зажглась тусклая лампочка В полутьме Кабачок разглядел трех кошек Одна из них была похожа на Машку Дети, познакомьтесь, это Кабачок Во всей конюшне он единственный спит спокойно И во сне не дрогает ногами Поэтому будем жить здесь Машка, ты мне не снишься? Снюсь А это тебе снятся мои дети Поперечный и полосатый Два котенка вышли вперед У одного полоски были вдоль спины А у другого поперек Ах, как я рад Мы жили на чердаке, но приходится переезжать Близится зима и дует изо всех щелей А дети у меня и так продувные Мое стойло в вашем распоряжении Но должен предупредить В конюшне завелась Кикимора Здорово! Ты ее видел? Нет А как ты понял, что это Кикимора? Да, это ясно как день У Руслана отвалились две подковы И... Я не помню, что еще А главное Вся моя грива была в косичках Это не косички Мы отрабатывали тройной морской узел Вот безобразники Кабачок Я надеюсь, ты не сердишься Это же дети Да у меня в жизни не было лучшей прически Ты говорил о Кикиморе Лошади говорят Кикимора, Кикимора Но, честно говоря, я никогда не верил в эти сказки И они стали жить вместе А котята очень полюбили всем загадывать такую загадку В стойле четыре угла В трех из них по кошке Сколько животных в этом стойле? Ну, наверное, их трое? Неправильно А какой же тогда ответ? Четыре! Там же еще есть лошадь Здравствуй, лошадь! Глава девятая Зимняя сказка Жила на свете рыжая лошадь Опять про лошадь? Опять про лошадь Это совсем другая история Кстати, если тебя кусает блоха Вовсе не обязательно ее выкусывать Обмахивайся хвостом Мой хвост не достает Старайся! На чем я остановился? Ты уже много историй про лошадь рассказывал А ты про кого хочешь? Про кошку Про кошку так про кошку Жила на свете рыжая кошка А животные бывают другого цвета? Не рыжие? Не перебивай Эта кошка Очень любила Щипать травку И вот однажды Снег идет! Котята бросились к выходу Они еще никогда не видели снега Кабачок потрусил за ними Около дверей толпились лошади Люди и собаки Поперечные с полосатым Выскочили на снег Какой холодненький Ой, смотри! Я оставляю следы Лошади не разделяли кошачьей радости И пришел к ним холод. Облетели последние листья, И земля покрылась снегом. Ах, и так еще полгода. Кабачок, а почему Ривьера так расстроилась? Тебе этого не понять, малыш. Снег падал до вечера, А вечером Кабачок, как всегда, рассказывал сказку. Жила на свете рыжая лошадь. И вот однажды пошел снег. Снег. А почему вам, лошадям, грустно? Знаешь, что я люблю больше всего на свете? Солнышко, осоку и клевер. А сейчас все закроется снегом, И до весны сплошной овес со трубями. Может, тебе переселиться куда-нибудь на юг? Хм, интересная мысль. Кабачок, Кабачок, А как там дальше про лошадь? Ах, да. Однажды травка выросла среди зимы, И... И что? И... И все очень обрадовались. А дальше? Мяу! Все. Дальше ничего не надо. Давайте спать. Ну-ну-ну! Ну-ну! Мяу! Мяу! На следующий день, Когда Кабачок возвращался с работы, Котята встретили его около конюшни. Мы приготовили тебе сюрприз. Но Кабачок не слушал. Он торопился в стойло. Эй, конюхи! Можно развозить овес? Ты слышишь, Кабачок, сюрприз? Угу. Сейчас поем только. Кабачок устремился к кормушке, Но в двух шагах от нее застыл. Кормушка была доверху заполнена черной землей. Что это? Это земля. Давай я тебе расскажу, Кабачок. Вот здесь будет просто зеленая травка. Вот здесь осока. А здесь цветы. А что я буду есть? Как что? Зеленую травку. Прекрасно. А куда мне будут сыпать овес? Зачем? Через несколько дней у тебя в кормушке взойдет свежая травка. А что я буду есть эти несколько дней? А? Я вас спрашиваю. Пока удивленные конюхи выгружали землю из кормушки, Кабачок страшно ругался. Котята чувствовали себя виноватыми. Но Кабачок даже не посмотрел в их сторону. Не соображают совсем ничего. Вечером с охоты вернулась кошка Машка. Ну, как вы тут себя вели без меня? Поперечные и полосатые сделали вид, что не слышат. Что случилось? Твои дети приготовили мне сюрприз. Ах, мои умницы. Я считаю, для кошки главное мягкие лапы и душа. Ты согласен? Конечно. Когда все улеглось в конюшне, Поперечный и полосатый тихонько пробрались к Кабачку. Кабачок, ты больше не сердишься? Мы же хотели, как лучше. Кабачочек, расскажи нам сказку про лошадь. Которая любила рыжую травку. Тьфу, зеленую кошку. Тьфу, ну, в общем, ты понял. При чем здесь кошка? Жила-была на свете рыжая лошадь. Здравствуй, лошадь! Глава десятая. Нянька Кабачок. Ох, и прибавилось же у Кабачка хлопот. С утра пораньше, пока Поперечный с полосатым еще спали, Машка уходила по своим кошачьим делам. А Кабачок оставался за няньку. Не спускай с них глаз, Кабачок! И Кабачок стоял и смотрел на спящих котят. Вскоре котята проснулись и начали возиться. Шутка ли отвечать за такое количество кошек? Эй, кошки, на первый, второй рассчитайся. Первый? Первый. Это я первый. Нет, я. Кабачок, скажи ему, что я... Давайте завтракать. Не чавкать и не хлюпать. А сам, когда ты пьешь, ты так хлюпаешь? Когда будешь взрослой лошадью, тогда и будешь хлюпать. Но ведь я никогда не буду взрослой лошадью. Учение и труд все перетрут. Кабачок, это не про то. Все равно это не повод, чтобы хихикать за столом. И заедай сеном. Кошки не едят сено. Ешь. Кому я сказал? А мне не нравится сено. Мало ли что кому нравится. Мне, например, свежая трава тоже больше нравится. А что делать? Не будешь есть, не вырастешь. Ты ведь хочешь вырасти? Тогда слушайся. Вот я, например, всегда слушался. И вот какой вырос. А если бы еще лучше слушался, то еще бы вырос. Понятно? Эй, где вы? Остатки молока были разлиты, а котят уже и след простыл. Эх, говорила мне Машка, глаз с них не спускать. Где их теперь искать? Попадут еще в какую-нибудь историю. Там Егор! Даже два! Слышал? Вслед за ривьерой появилась халва. Вид у нее был взволнованный, что бывает нечасто. Там две сумасшедшие кошки. Почему ты думаешь, что они сумасшедшие? Какие нормальные кошки будут кричать, что они ягуары и бросаться на лошадей? А как они выглядят, эти кошки? Одна в полоску и другая в полоску, а может быть и наоборот. Так это же мои! Твои? Тогда будь любезен, не выпускай без намордника. Из-за угла появились поперечные с полосатым. Шерсть у них стояла дыбом, а хвосты воинственно торчали вверх. В чем дело? Ну! А зачем на лошадей бросаться? А ты чего рычишь? А ты что рычишь? Мы охотимся. Два страшных ягуара вышли на тропу войны. Беги, нежная антилопа! Если у тебя еще есть силы, знойная Африка не жалеет слабых. Ай-яй-яй! Мама – порядочная конюшенная кошка. А вы? А что мы? А вы ее позорите перед лицом всей конюшенной общественности. Ой! Разве об этом мечтает ваша мама? Нет, не об этом! А о чем? Она мечтает, чтобы ее дети выросли, выучились и нашли хорошее дело. А что значит хорошее дело? Например, ловить мышей. Мяу, это банально. А ты кем хочешь быть? Ягуарем. Неправильно! А какой ответ на твою загадку? С каковой лошадью? Ой, у нас не получится. Не хотите брать барьеры? Можно возить грузы. А что-нибудь поинтереснее? Можно быть племенным жеребцом, каскадером, артистом, наконец. Каскадером, артистом! Мы будем цирковыми артистами! Но в цирк кого попало, не принимают. А у нас будет свой цирк. У нас будут морские котики, гимнасты и каната-хуа-цима. Поющие тигры и танцующие обезьяны. Да, со временем. Но для этого надо работать, как лошадь. Давай работать. Пока в нашем распоряжении есть только лошадь. Это кто? Это ты! И вскоре вся конюшня была обклеена афишей. Кошкин цирк! Только сегодня! Только сейчас! Ядуар и лошадь танцуют для вас! И вот, наконец, приклеена последняя афиша. Пора! И через десять минут кабачок уже бегал кругами по манежу. У него на спине кувыркались и горланили песни поперечные с полосатым. Может, и правда мое призвание – актер? Вскоре представление собрало немало зрителей. Удивленные лошадиные морды со всех сторон облепили манеж. Хо-хо-хо! Недурно устроился этот кабачок. Все работают, а он резвится с кошками. Не мешайте! Только сегодня, только у нас чудеса в альфизировке выступают. Кабачок, ягварь поперечный, названный так, за поперечные полоски. И ягварь полосатый, названный так, за продольные полоски. И кабачок, розованный так, за благородный нрав. Кабачок побежал резвее. Несколько раз котята чуть было не упали, но, зацепившись когтями, вскарабкались назад на спину. И тогда кабачок понял. Тяжела жизнь артистов. На сто шестнадцатом кругу кабачку подумалось. Чуть-чуть потерпеть, и все кончится. А на сто пятидесятом кабачок смирился. В конце концов, умереть на манеже, это даже красиво. Все! И поперечный с полосатым стали кланяться. Но не успел кабачок поклониться, как... А теперь, дорогая публика, смертельный номер! Поющая лошадь под куполом! Для кого смертельный? Кабачок, залезай! Куда? На крышу, давай! Мы за тобой! Э-э-э, нет! Уважаемая публика, концерт окончен! Пора обедать! Технический перерыв! Ремонт! Кстати, а где наша кошачья мама? Почему она не смотрит представления? Как раз мимо бежал конюшенный сторож, пёс Мелл. Мелл, ты Машку не видел? Видел! На дереве сидит! Я пойду её позову. Ну что же это за мать? Не при детях будет сказано. Мелл, иди сюда. Не в службу, а в дружбу. Посиди с детками. А могу я с ними немножко побегать? Конечно! Машка сидела на дереве. Видно было, что устроилась она там надолго. Что ты здесь делаешь, кабачок? Машка, спускайся! Твои детки приготовили для тебя цирковой номер. А ты почему здесь? Я пошёл искать тебя. Почему ты оставил их одних? Почему одних? Я их оставил с Меллом. Что? Машка кубарем скатилась с дерева и понеслась к детям. Кабачок потрусил за ней. Мелл сидел в углу манежа и мелко дрожал. Ну, долго ещё ждать? Ты долго будешь испытывать моё терпение? При виде Машки Мелл перестал дрожать и стал пятиться к выходу. Но поперечный преградил ему путь. Хороши! Кабачок он и есть, кабачок! А вы? А что мы? Зачем вы пустили его к себе? Да-да, вот этого шелудивого пса. Да знаете ли вы, что из-за этого изверга ваша мать провела на дереве лучшую половину своей жизни? Мам, но мы же не знали. Ну? Только не это. Что ты хочешь, шелудивый пёс? Я не буду прыгать через горящий обруч. Вон отсюда! И чтобы я тебя больше здесь не видела! Мелл мгновенно исчез. Мама! Он уже почти прыгнул! Мама! А что ты сегодня так рано? Рассказывают, что в тот же вечер в конюшню постучали. Я хотела бы видеть лошадь по имени Кабачок. Третья дверь налево. Конюх впустил толстую почтенную кошку. При виде гостя Машка засуетилась. Садитесь, пожалуйста. Вы знакомы с моими детьми? Я по делу. Стало быть, вы и есть Кабачок? Да, я Кабачок. От имени родительского комитета и педагогического совета я хотела бы пригласить вас на конференцию, посвященную проблемам дрессировки и укращения собак. Вы меня с кем-то путаете. Моя специальность – верховая лошадь. Не стоит разбрасываться талантами. Я надеюсь, вы подумаете и примете предложение. Знаете, я бы на вашем месте открыла свою школу. Дрессировка собак – очень прибыльное дело. Впрочем, это рассказывают поперечный с полосатым. Расспросить Машку нет никакой возможности. Знаете, ее никогда дома не застанешь. А Кабачок молчит. Наверное, он еще не решил, ехать ли ему на кошачью конференцию. Здравствуй, лошадь! Глава одиннадцатая. Как согреть кабачка. Мороз пробирал до костей, и никто лишний раз носу из конюшни не высохнул. Кошка Машка вязала. Поперечный с полосатым скучали. Кабачок с утра уходил на работу и возвращался к полугу. От него веяло холодом. С бороды свисали сосульки. Кабачок отряхивался, и сосульки разлетались во все стороны. Поперечный с полосатым были в восторге. Сами они не раз высовывали мордочки в окно и ждали, когда на их усы нарастут хоть какие-нибудь сосульки. Дети, закройте окно. Кабачок пришел с холода. У-у-у! Завывал ветер. Мяу! А давай ты свяжешь кабачку попонку. Мяу! Мы милые, заботливые дети. Мяу! Ну где же взять столько ниток? Где-нибудь? С этого дня кошка Машка ежедневно расчесывала своих детей и собирала их теплую шерсть. Поперечный и полосатый скатывали из шерсти нитки и сматывали в клубки. Понимаю, даже в кошке лошадь надо орогреть. У нее на мелкие ножки больно на нее глядеть. Мяу! 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 Можно попробовать. Котята направились в собачью будку. С некоторых пор Мел не смел перечить, и после недолгих переговоров он покорно стал сдавать шерсть. Так в серой попонке появилось рыжее пятно. Почему кошки и собаки лысеют? Надо отдавать им побольше кальция. Мууу! Завывал ветер. Но шерсти было все равно мало. Через некоторое время вся конюшня была обвешана плакатами. Эй, не жадничай! Давай шерсть немедленно сдавай! Твоя шерсть нужна другому! Мяу! Кто же этот другой? Поперечные полосаты, мои котятки, такие молодцы, стихами пишут. Мамочка, ты вяжи? Вяжи и не отвлекайся. Первыми откликнулись воробьи. Они принесли перышки и соломку. К вечеру явился парламентер от мышей. Мышины и братство готовы сдавать шерсть в обмен на неприкосновенность. А просто так вы не будете сдавать шерсть? Нет. А что же мы будем кушать? Вы станете вегетарианцами. Это модно. Попробуем! Мышиная шерсть, фух, страшно пахла мышами. Она прям воняла, можно сказать. Но выхода не было. И поперечные с полосатым терпели. Попонка росла. А потом прилетела ворона. Кар! У тебя что? В каком смысле? В смысле шерсти. Видела голубой свитер. Ниси. Кар! Так в попонке появилось небесно-голубое пятно. Позьмай даже в ножки лошадь, надо приобедить. На небесно даже в лошадь грустно на нее гибеть. Мяу-мяу-мяу. У лошадей не бывает блох. Хо-хо-хо! Отзывался ветер. И вот наступил день, когда кошка Машка решила, что пора делать примерку. Ты держишь за этот конец, ты за этот. Сюда просовываем голову, сюда задние ноги, сюда передние. Это же почти пальто. Кабачок, попонка готова! Котята растянули огромную живописную тряпку. Пух, перышки и соломка торчали в разные стороны. Так, подожди, стой смирно. Ага, сюда голову! Подожди, сюда ноги! Ой, ой, так... Ура! Ну как, тепло? Тепло. А нельзя ли сделать так, чтобы было что-нибудь видно? Сейчас у мамы спросим. Поперечный с полосатым побежали в конюшню. Оставшись один, кабачок раздумывал о том, как хорошо, когда есть такие верные друзья, которые позаботятся о тебе в мороз. Ему было тепло, и он был счастлив. И от счастья он стал потихоньку пофыркивать, подпрыгивать и напевать. У нее копыта мерзнут! О-хо-хо-хо-хо! Отозвался ветер. А в это время лошади возвращались с работы. Халва с полузакрытыми глазами учила Ривьеру ничего не бояться. И тут из-за поворота показалось огромное, пестрое нечто. Нечто подпрыгивало и издавало какие-то звуки. Что это? Не перебивай. И когда ты все это усвоишь, то тебе будет не страшен. Халва для выразительности широко открыла глаза. Прямо перед ней стояло нечто. Нечто, казалось, было в самом благодушном настроении. Караул! Караул! Где караул? Караул! Кабачку под попоной стало так страшно, что он бросился на голос халвы. Оно за нами гонится! Кабачок перепугался еще больше. Ничего не видя, он врезался в деревянную стенку манежа. Караул! Спасать лошадей выскочил храбрый пес Мел. Кабачок страшно обрадовался Мелу и бросился к нему. Стой! Нападают! Надо быть от него подальше, а то я могу помешать Мелу сражаться. Я маленький, меня совсем не видно под попоной. Я никого не вижу, значит, и меня никто не видит. А в это время лошади уже собрались на экстренный сбор. Иди, Мел, и спаси всех! Не пойду! Мел, ты должен его поймать! Я не должен! И если ты погибнешь, то мы тебя никогда не забудем! Я не хочу гибнуть! Хорошо, мы тебе поставим памятник. На нем будет надпись «Спасителю лошадиного народа». Пусть будет лучше надпись попроще «Спасителю». Тут из-за угла высунулось то самое пестрое нечто. И лошади, а вслед за ними Мел, бросились на утек. Давай, гони! Гони, гони! Давай, давай! Ура! Может, вы снимете, наконец, с меня это безобразие? Смотри, они все побежали туда. Беги скорее! Снимите немедленно! Зачем? Хочу видеть, кто на кого нападает. Никто ни на кого. Так зачем же мне бежать? Чтобы их догнать. Давай скорее! Мы тебя снова спрячем, и ты их будешь опять гонять. Они такие смешные! Ой! А кто здесь был? Кто? Ну, кого все боялись? Так это был ты. Давай мы тебя снова прикроем. Нет. Снимите совсем. Но тебе же будет холодно. Я уже согрелся. На всю жизнь. И что? Ты больше никогда не наденешь эту попону? Ну, почему же? Я могу ею укрываться ночью. Только ночью? Мяу. Эх! Разочарованно отозвался ветер. Мы все ею будем укрываться. И всем нам будет тепло! Понимаю, даже кошки лошадь надо огреть. У нее намерзли ножки, больно на нее глядеть. Мяу-мяу-мяу. Понимаю, даже кошки лошадь надо приодеть. На нее мерзли ножки, грустно на нее глядеть. Мяу-мяу-мяу-мяу. Глава двенадцатая Нелетная погода С утра на ворота конюшни повесили эмблему конного клуба Там мгновенно собралось все лошадиное общество На доске красовалась крылатая лошадь Это лошадь поэтов Пегас Наверное, с сегодняшнего дня кататься на лошадях будут только поэты Впрочем, были и другие версии Я думаю, что в конюшни создадут лошадиный поэтический клуб Всех лошадей уволят и будут искать крылатых Нет, вы все не правы Это означает, что если лошадь долго хорошо себя ведет У нее отрастают крылья Да-да! Любая лошадь может стать крылатой, если очень постарается В последнее время я вел себя очень хорошо Так вот почему, когда я с утра катался на траве, у меня были какие-то странные ощущения в спине Эй, полосатый! Послушай, ты у меня на спине ничего не видишь? Ничего А ты поперечный? Не вижу А что я должен там видеть? У меня, кажется, крылья растут Да-да-да! Здесь! Здесь! Ой, не щекочите! Смотри повыше около холки Ничего не видно? Пока не видно Это пока невидимые крылья Мифические А не хлепать-то можно? Еще как! Только не сразу Сперва надо научиться Давай, можно мы посмотрим? Побежали за конюшню Будем учить тебя летать Ты готов? Ну-ка, давай Готов Кабачок сосредоточился и подпрыгнул Ну как? По-моему, как обычно А мне кажется, чуть повыше А что, если с разбегу? Кабачок старательно разбежался и опять подпрыгнул Ничего выдающегося В конце концов, не все сразу Кабачок пробовал еще и еще Полосатый упрямо твердил, что кабачок прыгает, как обычно А поперечный, наоборот, был уверен, что кабачок прыгает все выше и выше Послушай, а может тебе попробовать откуда-нибудь сверху? Мне с крыльями нельзя рисковать А мама говорила, что кошки, как бы ни падали, всегда приземляются на ноги Ну, так это кошки А какая разница, кошки, лошади? Ведь у вас же все то же самое Ноги, хвост Ты, главное, если что, рули хвостом Давай попробуем с крыши конюшни Мы знаем, как туда залезть Ну, а что мы теряем? И котята бросились к строительным лесам И в три прыжка оказались на коньке крыши В крайнем случае, если не получится рулить хвостом, я всегда могу просто слезть Сначала прыгаешь туда, потом на эту штуку и сюда Кабачок разбежался и прыгнул сначала туда Но когда он собирался уже прыгнуть на эту штуку Леса под ним затрещали и стали оседать Он успел прыгнуть на штуку Но и здесь леса угрожающе стали крениться Кабачка охватил ужас Он изо всех сил оттолкнулся и оказался рядом с кошками Сзади загрохотали сломанные деревяшки Кабачок в растерянности оглянулся Придется рулить хвостом Просто слезть уже не получится Зато с крыши было видно далеко-далеко Ну, как? Высоко Мы вообще часто тут сидим А как вы тут сидите? Передние ноги кабачка съезжали по крыше в одну сторону А задние в другую Ну, хочешь так? Полосатый сел на самый конек А хочешь так? Полосатый перебрался на карниз и свесил задние лапы А тут вообще можно лечь Кому как нравится Мне что-то не нравится Тут из-за забора появилась ривьера Увидев всю компанию на крыше Она встала как вкопанная И ее глаза засияли восторгом Ой, кабачок Что вы там делаете? Учим кабачка летать У кабачка растут крылья Кабачок поэтическая лошадь А как вы туда попали? Взлетели на крыльях поэзии А что? Я тоже хочу! Сочини что-нибудь Может взлетишь? Бежала лошадь не спеша По солнечной дороге В полет рвала с ее душа Вслед за душою ноги Ну как? Попробуй взлететь! Если не получится, значит не очень Тогда сочиняй еще А кабачку становилось не до стихов Тут из ворот появились халва и руслан Опа! Глянь! Там целая компания А как ты думаешь? В конце концов, он оттуда свалится или спрыгнет? А давай погадаем И они принялись срывать и жевать ромашки Одну за другой Соня была в самом солнечном настроении Когда ей навстречу выскочила ривьера Лети, лошадка рыжая Смелей за облакан Ривьера, что с тобой? Пытаюсь взлететь Свалится, не свалится Халва, Руслан, кто свалится? Соня подняла голову С крыши на нее смотрели кабачок, поперечный и полосатый О! Что вы там делаете? Любуемся Да? А как ты думаешь слезать? Я еще не думаю слезать Он полетит! Мы сейчас все к тебе прилетим Может не надо? Сейчас у него крылья еще чуть-чуть отрастут А вдруг это сказки, что у лошади вырастают крылья? Халва говорила, если хорошо себя вести, обязательно вырастают А вдруг я недостаточно хорошо себя вел? Отлично ты себя вел! Короче, полетели, а? Полосатый спрыгнул с крыши Свалится, не свалится Халва с Русланом на мгновение остановились Не надо! Подожди! Свалится, не свалится Через минуту полосатый снова был на крыше Ну что же ты? Соня просила подождать Еще через минуту и Соня была на крыше Очень рад тебя видеть Держись! Ой! Что ты тут делаешь? Понимаешь, сказали, что если не взлечу, уволят И вот я Что ты? Кажется, скоро упаду А что же делать? Делать нечего Лети! Вот смотри, делай как мы Хап! Не надо! Свалится, не свалится Свалится, не свалится Кошки советуют рулить хвостом Но я не знаю, как это делается Может, пора кого-нибудь позвать? Пожалуй, пора Соня мигом слезла с крыши И побежала разыскивать конюхов Там кабачок на крыше О, боже мой У меня сил нет с ним бороться Хочет сидеть на крыше, пусть сидит А он уже не хочет сидеть на крыше Пусть слезает Ну что там? Ну он сказал, что если ты хочешь здесь сидеть, сиди А не хочешь, слезай Как? Хочу взлететь Машу ногами Я сейчас позвоню папе Папа, мне срочно нужна твоя помощь Ничего не случилось Я на крыше Со мной лошадь Да, она сама туда залезла Я не знаю, по-моему, она не спрашивала разрешения Папочка, я тебе все объясню при встрече Но с крыши я слезу только вместе с лошадью И если ты не приедешь Папа, звени, но я позвоню маме и скажу, что сижу на крыше Мне страшно, а ты отказываешься меня снять Приезжай поскорее, пожалуйста Сказал, что сейчас приедет Он у тебя вертолетчик? Нет, но он что-нибудь обязательно придумает Он у меня конструктор Свалится? Не свалится Свалится, не свалится У меня нога затекла Я могу ей чем-нибудь помочь? Отвлеки ее как-нибудь Сказка для лошадиной ноги, сползающей по крыше Жила-была лошадиная нога Все, кто ее видел, восхищались ее грацией и красотой И вот однажды лошадиная нога отправилась поступать в балет На экзамене ей сказали, подпрыгните, сделайте батман и фуэте Нога подпрыгнула и сделала батман Но с фуэте ничего не вышло Ноге нечем было оттолкнуться В жюри закачали головами и посоветовали ноге найти себе пару Долго лошадиная нога искала себе пару И, наконец, нашла другую лошадиную ногу Однако эта нога была капризна И ни за что не соглашалась расстаться с тремя своими соседками И вот пришли они в пятеро Четыре ноги принесли на себе еще и лошадь А куда ее было девать? Им сказали, подпрыгните, сделайте батман и фуэте Все пятеро подпрыгнули и сделали батман В жюри зааплодировали и закричали А теперь фуэте Тут одна нога оттолкнулась второй ногой Вторая третий, третий четвертый, четвертая пятый А пятая хотела было оттолкнуться какой-нибудь ногой Но все ноги уже были заняты Попробовала она, да только повалила Попробовала первую, первая повалила вторую Вторая третью, третья четвертую И когда они все упали Упала и лошадь, которая на них держалась Прямо в жюри В жюри рассердились и прогнали все пять ног Это все из-за тебя, сказали четыре ноги пятой С тех пор появилась поговорка Нужна как лошади пятая нога А эта поговорка как-то по-другому звучит Смотри, вдали показалось облако пыли Это папина машина Она обычно так дымит, когда папа волнуется Папа привез все конструкторское бюро Пять человек Здравствуйте Здравствуй, здравствуй Вы не сердитесь, что мы оторвали вас от работы? Знаешь, я даже без тебя скучал Я тоже Особенно в последнее время А думайте, коллеги У меня на крыше ребенок Может, сначала снимем ребенка? Не теряйте времени Сначала лошадь Все пять человек ходили вокруг конюшни и думали Привязываем поперек тела и спускаем Лошадь в подтяжках Это войдет в историю Его никакие веревки не выдержат Либо мы его будем спускать сверху Либо ловить снизу Лучше бы и то и другое Я придумала, папа Нужно продолжить крышу до земли И тогда кабачок сможет съехать, как с горки Что ни говори, у меня гениальный ребенок Немного непредсказуемый, но гениальный Чтобы соорудить горку потребовался еще час Откуда-то притащили бревна, доски Все закрепили и сверху покрыли железом Но самое сложное было спустить с горки кабачка Он ни в какую не соглашался Оторвать от крыши ни одну из своих четырех ног Наконец, все конструкторское бюро Стало толкать кабачка сзади И пошел, пошел, пошел И медленно набирая скорость Лошадь поехала вниз Ух, наконец-то Достигнув конца горки, он рухнул на бок И стал дрыгать онемевшими ногами Вслед за кабачком съехало все конструкторское бюро Затем Соня И, напоследок, поперечный и полосатый Земля! Здравствуйте, земляне! И все бросились обниматься Не свалился Соня, ты поедешь с нами? Я еще не покаталась Только недолго И все конструкторское бюро стало загружаться в машину Большое спасибо за помощь, товарищи Пожалуйста, если что, обращайтесь Ты как, кабачок? Отлично! Обещай мне, что ты больше никогда-никогда не полезешь на крышу Обещаю! Послушай, ты не будешь смеяться? Нет, а что? Мне кажется, у меня все-таки есть крылья Может, они еще маленькие И потому я не мог взлететь Но они есть Нет, кабачок Этого не может быть Но почему же, когда я сегодня катался по земле То у меня были какие-то странные ощущения в спине Как будто там что-то мешало Может, потому что ты катался в седле? Бежала лошадь не спеша По солнечной дороге В полет рвалась ее душа Вслед за душою ноги Бежала лошадь не спеша Недавно было дело В полет рвалась ее душа И лошадь полетела Глава тринадцатая О том, как кабачок снимался в кино Кабачок, иди сюда скорее Тут кино снимают Подумаешь, кино Перед конюшней собралась огромная толпа Соня с кабачком с трудом протиснулись вперед Чтобы хоть что-то слышать И тут они все поскачут Да нет, вы не поняли Мне не нужен табун У нас еще есть каскадеры Да нет, никаких каскадеров Господин режиссер, они могут абсолютно все Нет, каскадеры не нужны Так что же вам нужно? Мне нужна одна единственная лошадь Поймите, мы снимаем религиозный фильм Мы хотим снять сцену Рождества Это не про лошадей Вы правы Это про Иисуса Христа Вы помните, как было дело? Волхвы еще в пути А животные уже поняли, что родившийся младенец необыкновенный И они первые приходят поклониться ему Элементарно Кладешь в ней с морковкой, они кланяются Как мы будем их выпускать на поклон? По одному или всех сразу? Вы опять не поняли Мне нужна только одна лошадь Они все умеют кланяться? Не сомневаюсь, но мы снимаем, как вы правильно заметили Не про лошадей Мне нужна одна единственная лошадь Так вы и сказали Посмотрите Халву О, она снималась в сцене Бородинской битвы Халва вышла вперед И свысока посмотрела на режиссера О! Нет, и эта лошадь просто огромна Рядом с ней актриса покажется лилипуткой Кроме того, у лошади должно быть торжественное выражение морды Вся сцена говорит о том, что происходит чудо Где я вам возьму торжественное выражение морды? Мне нужна маленькая умная лошадь с выразительной мордой Кабачок не мог больше ждать и вышел вперед Да, вот приблизительно такого размера Это ваш лошадь, можно я ее возьму? Ради бога Только это... Кабачок И что? Вы говорили, нужна торжественная лошадь И это вполне подходит Наконец-то сообразил, кого нужно снимать Эй, господин режиссер! Мяу! Я только хотела спросить В какой момент в кадре появляются котята? Сейчас все быстренько снимем Цвет, звук Лошадь приведите через 15 минут Вот это да! Кабачок! Ты будешь сниматься в кино Ты будешь знаменитым У тебя будут брать интервью и просить автограф Послушай, а кто такой Иисус Христос? О, это великий человек Что он сделал? Ну, много чего Например, он страдал за людей Как это? Ну, так сходу не поймешь А еще он простил людям их грехи А что такое грехи? Ну, когда, например, животное обижают, это грех Зачем же он простил? Не знаю С завтрашнего дня я буду читать тебе Святое Писание Это большой грех не знать, кто такой Иисус Христос Ты сказала, что он уже простил все грехи Ну, тебе будет интересно Если интересно, другое дело Пойдем посмотрим, вдруг там все готово Где вы ходите? Значит так, вы сидите, поете колыбельную Выпускают лошадь, она подходит и кланяется Все ясно? Готовьте морковь Кабачок подошел к актрисе, игравшей главную роль Тебе все ясно? Я подскажу, если что Кабачок ласково куснул ее в плечо А! Я не хочу, чтобы меня съела лошадь Пусть присылают каскадера Видимо, она тоже не понимала животных Потому что, когда Кабачок заверил ее Я актрисов не ем Это не произвело на нее никакого впечатления Мы не можем вас заменить на каскадера, милая моя Каскадер не споет так проникновенно, как вы, талантливая вы наша Кабачок, пожалуйста, не кусай ее больше Да больно надо Осветители, вы делаете восход, ясно? Ясно Гримировать надо Кого гримировать? Лошадь? С ума все посходили, что ли? Ей-богу! Кабачок, не забудь, ты подходишь и кланяешься Смотри, никого не раздави Сделай торжественную морду, расспросят Солнце встает! Выпускайте лошадь! Поехали! Кабачок шагнул вперед Свет ударил ему в глаза, и он невольно отвернулся Стоп! Почему лошадь к младенцу подходит задом? Я вас предупреждал Это Кабачок Все снова, давайте, давайте, еще раз Кабачок, надо смотреть все время на актрису Там такой яркий свет Ну тебя потому и выбрали, что ты умница, выносливый Мотор! Во второй раз Кабачок твердо решил терпеть Он наклонил голову и пошел И тут на середину выпрыгнула кошка-машка Я все-таки хочу уточнить Когда в кадре появляются мои дети? Ё-моё, откуда кошка? Вы что, сговорились сегодня? Что ж, в таком варианте и снимать не стоит Последний раз, что снимем, то и получится Умоляю, кошек, собачек своих, возьмите на руки Вопросы есть? Есть! У меня солнце не встает Можно без солнца? Как это без солнца? Где консультант? Где консультант? Я вас спрашиваю Без солнца можно? Вообще-то Иисус родился ночью Отлично! Солнце отменяется! Итак, выпускайте лошадь Подожди, при чем здесь лошадь? Лошадь приходит поклониться младенцу Согласно Писанию, при рождении Иисуса Христа присутствовал осел, а не лошадь Ты уверен? Точно? Абсолютно! При Рождестве присутствовало двое животных Осел и вол Волк, 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 о боже, а я уже снял корову Ты, че ты молчал, че ты раньше не сказал? Я думал, ты читал Писание Читал, 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 ну где, где я возьму осла, а? Лошадь, осел, ну почти одно и то же Тем более, что у нас теперь солнце не встает Немножко убираем с лошади свет и будет осел, понятно? Не буду ослом Кабачок, ну какая разница? Ты-то знаешь, что ты лошадь? Господи, какой позор! По местам, дорогие мои, мотор! И Кабачок вдруг подумал, что когда он был маленький Ему тоже, наверное, пели колыбельни Он подошел поближе Спи, мой сынок Молодарок Ты не сходишь, пока Ему вдруг стало грустно И он наклонил голову, чтобы никто не понял, о чем он думал Песня уже стихла, а он по-прежнему стоял в полной тишине Гениально Гениально Это гениальная лошадь! Гениальная лошадь! Я напишу для тебя отдельный сценарий Лошадь, Кабачок ты мой! Вот так Кабачок и снялся в кино О нем рассказывали по телевизору и приглашали на детский утренник Кино? Это очень просто Сначала включают яркий свет Потом нужно потерпеть чуть-чуть И кино готово! Каковы ваши творческие планы? Пока ничего определенного На днях мне должны показать один сценарий Здравствуй, лошадь! Глава четырнадцатая Пишите письма Бежала лошадь не спеша По солнечной дороге В полет рвалась ее душа Бежала лошадь не спеша Недавно было дело В полет рвалась ее душа И лошадь полетела Знаешь, я сегодня еще лучше песню сочинил Давай! Боюсь, ты ничего не поймешь Я попробую Песня такая Иго, 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 Препепепепепепепепепепепепепепепепепепепепепепепепепепепепепепепепепепепепепепепепепепепепепепепепепепепепепепепепепепепепепепепепепепепепепепепепепепепепепепепепепепепепепепепепепепепепепепепепепепепепепепепепепепепепепепепепепепепепепепепепепепепепепепепепепепепепепепепепепепепепепепепепепепепепепепепепепепепепепепепепепепепепепепепепепепепепепепепепепепепепепепепепепепепепепепепепепепепепепепепепепепепепепепепеп Иго-го, пыр-пыр-пыр-пыр-пыр! Иго-го, иго-го, пыр-пыр-пыр-пыр! Иго-го, иго-го, пыр-пыр-пыр-пыр! Ну, понятно. И тут они заметили, что к ним со всех ног бегут поперечные и полосатые. Скорее! Ривьера уезжает! Куда? Какой-то человек решил ее, это, усыновить, то есть улошадить. Ривьера казалась растерянной именинницей. Ривьера, ты согласилась? Да. А я? Может, и тебя возьмут? Я не хочу, но я не хочу, чтобы и ты уезжала. Ну, почему, Кабачок? Говорят, там хорошо, и это совсем недалеко. Тут из конюшни вышел высокий человек. За ним шли конюхи. Высокий ласково потрепал Ривьеру за гриву. Ну что, поехали, моя хорошая. Я думаю, тебе у нас понравится. Ривьера послушно вошла в маленький фургончик, коневозку. А я тоже ездил в коневозке. Смешно. Едешь, а тебя подбрасывает. Мы тоже хотим! И, не ожидая возражений, запрыгнули внутрь. В полет рвалась ее душа, вслед за душою ноги. Фургончик медленно тронулся. Дорога была неровной. Эй, за рулем! Прибавь ко ходу! Лошади бежали за машиной. Соня еле поспевала за ними. Но вот уже шлагбаум. Вот уже и поперечные с полосатым спрыгнули. Фургончик выехал на ровную дорогу и покатил быстрее. Ривьера! Пока! Вот если бы мне предложили поехать, я бы отказалась. А я думаю, это хорошо, когда есть хозяин. Это еще зачем? Ну, просто хорошо, когда у тебя кто-нибудь есть. Кабачок, но у тебя есть я. Во всяком случае, у меня есть ты. Я есть, ты ешь. Помолчали. Кабачок посмотрел на поперечного и полосатого. Те были все в сене. Ох, и попало бы мне от вашей мамы. А мне понравилось. Мы через голову кувыркались. Кувыркались? Кабачок, почему ты их отпустил от них? Что я мог сделать? Ривьера уехала? Уехала. Ничего, это недалеко. Она будет приезжать в гости и писать письма. Письма? Хорошая мысль. Прошла неделя. И вот однажды, когда лошади, как обычно, паслись, прибежала Соня. А где кабачок? Понятия не имею. От ривьеры письмо. Читай. А кабачок? Потом еще почитаем. Ага. Дорогие мои, кабачок, Руслан и халва. У меня все хорошо. С новым хозяином мы сразу подружились. Мое стоило большое и светлое. Вот только вас очень не хватает. Приеду на соревнование ривьера. Ох, как трогательно. Видишь, и меня помнит. Вы слышали от ривьеры письмо? Только что читали. Как читали? Оно у меня. Слушайте. Здравствуй, кабачок. Здесь сплошные зебры. Ни одной родной души. Хочу назад. Рою подкоп. А я что-то не поняла. Ей там хорошо или плохо? Плохо. Что тут не понять? А у меня написано хорошо. Где у тебя? В письме. И у тебя письмо? У нас письмо. Нам ривьера написала. Почта перегружена. Слушайте. Привет мохнатым, поперечным и полосатым. Местные кошки мышей не ловят. Стоило у меня нет совсем и не надо. Ничего не понимаю. Ну, чего тут не понять? Слушайте дальше. Покажи письмо. Поперечные полосатый развернули лист бумаги. На листе красовались следы кошачьих лап. Да это вы сами написали. А откуда ты знаешь? Разве ривьера может оставлять такие следы? Может, она кого-нибудь попросила. Ага, наверное, вас. Да что ж там. Нам хотелось, чтобы все обрадовались. Врать нехорошо. Подожди. А эти письма вы тоже сами написали? Ну да. А ты кабачок? Я? Ну и что? Ну и вот. Всем стало грустно. Облака плывут туда, куда ривьера уехала. Ривьера гуляет и смотрит на наши облака. Давай ей что-нибудь пошлем с этим облаком. Как? Ну, как-нибудь. Например, крикнем. Ривьера, ты настоящий поэр. Бежала лошадь не спеша По солнечной дороге В полет рвалась ее душа Бежала лошадь не спеша Недавно было дело В полет рвалась ее душа И лошадь полетела Ой, какая глупость. Знаешь, кабачок, я думаю, ей там хорошо. Ей не может быть плохо, ведь мы ее любим. А еще через неделю по каким-то делам заезжал высокий человек. Перед отъездом он подошел к кабачку. Послушай, рыжий, тебе просили передать Эээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээ Продолжение следует... Здравствуй, лошадь! Глава пятнадцатая. Цыганская песня. Ходят кони и ходят люди, И медведи, горит костер. Ходят кони, светит месяц в болоте, Талая вода. Кабачок распевал старую цыганскую песню. Слушая его, некоторые лошади фыркали со смеху, А некоторые грустили и вспоминали сказки о цыганских лошадях. Поговаривали, что Кабачок так проникновенно поет, Потому что сам когда-то бродил с цыганами. Кабачок даже знал один цыганский трюк. Как открыть денник? Он стучал копытом по двери до тех пор, Пока доска не вываливалась вместе с замком. Он повторял этот трюк часто. Ведь так смешно смотреть на вытянувшиеся лица конюхов, Когда в очередной раз он оказывался на свободе. Была весна. Пора, когда травка еще молодая и нежная, И так хочется куда-нибудь бежать. В тот вечер Кабачку стало совсем не в моготу. Он решительно открыл денник, Переступил через выломанную доску И ушел в лес. С твердым намерением не возвращаться. Ну, или, во всяком случае, нагуляться в волю. А, впрочем, знаете, как получится. Прощай, халва. Ты куда на ночь глядя? Куда-нибудь. Ай, какой удивительный лес в сумерках. Бредешь себе. Талая вода еще не ушла, И все пахнет так тревожно. Сквозь деревья временами Видны огоньки деревенских домов. Где-то поезд стучит, Собаки лают, А здесь так тихо, И только сухая листва шуршит под ногами. Невдалеке проехала машина, И от света фар по лесу побежали тени. Хлоп-хлоп-хлоп-хлоп-хлоп. Кто здесь? Кар! Что каркаешь над душой? Эх, ворона! Знаешь ли ты, Что я из конюшни удрал? Не хочешь разговаривать? Ну и лети. Темнело. Холодный туман стелился по земле. Вдруг кабачку почудилось, Что вдалеке что-то светит. А правда ли, что меня нашли на стоянке цыган? Кабачок устремился на свет. Свет оказался фонарем. И кабачок загрустил. Нет никаких цыган. Вдруг из-за дерева выскочил взъерошенный пес. И то, припадая к земле, то, подпрыгивая, стал истошно лаять. Ломая кусты, кабачок бросился бежать. Пес погнался было за ним, но остановился. А-а-а, ты лошадь. Я-то перепугался в темноте. Вижу на меня что-то огромное надвигается. Что за манеры? Чуть испугался сразу кидаться. Извини, привычка. А ты цыган не видел? Видел. Ну и какие они? Ну какие? Ну такие высокие, голубоглазы летают. Я одно время к ним прибился, но потом отстал. И что? Хорошо с ними? Хорошо. Собак много. А ты знаешь такую песню? Не знаю, как называется. Цыганскую. Сейчас я тебе спою. Ходят кони и ходят люди, и медведи, горит костер. Ходят кони, светит месяц в болоте, талая вода. Конечно, знаю. Кто хоть раз побывал в цыганском таборе, тот знает эту песню. Только мотив немножко другой. И слова они такие. Я здесь сейчас спою. Светит месяц, ветер воет, Запах греет боку костра. Все равно красиво. Давай вместе споем. Ходят кони и ходят люди, и медведи, горит костер. Ходят кони и ходят кони, светит месяц в болоте, талая вода. Лягушки из ближнего болота притихли, а потом подхватили целым оркестром. Мы с ног сбились. Весь лес прочесали, а он тут горланит. Хватит гулять. Пошли в конюшню. На кабачка надели недоуздок. Эх, такую песню испортили. Не горюй, еще споем как-нибудь. Пес отстал, вильнув на прощание хвостом. Давно наступила ночь, утихли шорохи, И только лягушки еще долго распевали в темноте Полюбившуюся им старую цыганскую песню. Ходят кони, ходят люди, И медведи, горит костер. Ходят кони, плечи, светит месяц в болоте, Глава шестнадцатая. Бенгальские огни в день весеннего полнолуния. Весь день у Сони было отвратительное настроение. Уроки не делались, свитер кололся. Что это? В довершении всего нашлись бенгальские огни. Те самые, что куда-то исчезли перед самым Новым годом. Ну и вот кому они теперь нужны в апреле? И когда мама позвала обедать, Сонина терпение лопнула. Да я вообще не хочу есть. Поезжай-ка на конюшню, развейся. Не люблю, когда дети капризничают. Только недолго. Возьми часы и изволь вернуться в нормальном настроении. Вот и поеду. Не забудь свитер. Ненавижу этот дурацкий свитер. Соня сунула в карман бенгальские огни и уехала. Метро. Автобус. Интересно, а кабачок когда-нибудь видел бенгальские огни? Вот уже показались березки, забор, крыша, конюшни. А уроки? А ну ладно, как-нибудь обойдется. Кабачок, Руслан и Халва задумчиво смотрели вдаль. Соня встала рядом. Ты уже придумал желание, Руслан? Нет пока. Халва, а у тебя готова речь? Конечно, у меня готова речь. Вы о чем? Тайна. А лошади умеют хранить тайну. Вот у тебя есть тайна. А у меня есть бенгальские огни. А тайна? И Соне вдруг очень захотелось, чтобы у нее была еще и тайна. Но, как назло, ничего в голову не приходило. Ну, хотя бы секрет. Доверь мне и увидишь, как я сохраню. Я расскажу, если вы мне расскажете свою тайну. Придется рассказать. Пусть первая говорит. Да ладно, велика важность. Рассказывайте. Сегодня нужно загадывать желание. Какое? Какое-нибудь. И в полночь, думая об этом желании, надо выпить из лошадиного источника. Тогда сбудется. Это можно сделать только один раз в году. В день лошадиного полнолуния в созвездии Пегаса. Ух ты! У тебя сбывалось? Понимаешь, надо, чтобы желание было стоящим. И надо о нем думать, когда пьешь. Это сложно. Только начинаешь пить, как забываешь думать. Да и желания твои. Овса съеденного не стоят. А тебе бы только поесть да поспать. Ну, не всем же на крыше торчать. Вы просто ничего придумать не можете. Это я-то. Сейчас подерутся. Тогда я с вами. Причем тут ты? Главное договориться с родителями. Кстати, а как на это смотрят конюхи? Не знаю. Обычно мы их запираем и уходим. Как это? На ключ. Знаешь, это каждый раз такая проблема. Копытом повернуть ключ. Поможешь? Должна же от тебя быть какая-то польза. Могу. А когда закроешь, посидишь, построжишь. Нет. Если я в этом участвую, то вы меня берете с собой. Вообще-то об этом никто не знает. Конечно. Я ничего не знаю. Пойду позвоню родителям. А твоя тайна. Я вам потом покажу, как горят бенгальские огни. Эй, при чем здесь огни? Я говорила. Пусть первая говорит. Надула. Ничего смешного не вижу. Сложнее всего было Соне убедить родителей, что ей необходимо остаться в конюшне на ночь. Зачем тебе оставаться на ночь в конюшне? Объясни нам, пожалуйста. Мам, ну это очень-очень нужно. Все-таки ты должна нам рассказать, зачем тебе ночевать на конюшне. Пап, нужно. Очень-очень-очень. Ну, миленькие мои родители, ну, пожалуйста. Ай, делай, что хочешь. Ну, я сегодня совершенно не настроен снимать лошадь с крыши. Поняла? Договорились. Никогда еще ночь не наступала так медленно. Кабачок дулся. Кабачок, не обижайся. Мой секрет в том, что у меня нет секрета. Честное слово. Зато у меня есть бенгальские огни. Это что такое? Пойдем покажу. Не хочу. Вот попоили и покормили лошадей. Подмели пол. И Соня начала сомневаться. Правда ли вечером что-то будет? Кабачок, а где этот источник? Не кричи ты так. Дети спят. Поперечный с полосатым посапывали в своем ум. Город спит. Тоскует ветер. А по крыше бродит кошка. Кабачок, а кто еще об этом знает? Только лошади. А если мы потеряемся? Зачем мы будем теряться? Ты что собираешься загадать? Отстань. Мам, а куда они собираются ночью? А какое сегодня число? Ах да, у них опять торжественная весенняя ночь. Они идут желание загадывать. Мы тоже хотим. Ночью? В лес? Ух ты, хотим! Соня, это ты им рассказала? Хороша бы я была, конюшенная кошка, если бы не знала, куда ходят лошади в ночь весеннего полнолуния. Пойди посмотри, что конюхи делают. Соня послушно отправилась проведать конюхов. Из-за двери был слышен телевизор. Телевизор смотрят. Отлично. Разбуди меня в одиннадцать. Кабачок тут же заснул. Соне казалось, что стрелки часов не двигаются вовсе. С огромным трудом она дотерпела до полодинадцатого. Пора. Который час? Иди, запирай людей. У людей по-прежнему надрывался телевизор. Соня тихо повернула ключ. Отлично. Пошли. Одна за другой лошадины и тени потянулись к выходу. Луна светила вовсю. Весенний холод пробирал до костей. Ветки шевелились, переплетались. Их тени зловещими фигурами стелились по земле. От холода и страха у Сони застучали зубы. Вдруг кто-то выскочил у нее прямо из-под ног и побежал вперед. Эй, дылды! Скорее! Вы думаете, без вас полночь не настанет? Наглецы! С этой милкотой сплошная суета. И как они разнюхали! Тропинка сужалась. Ветки то и дело хлистали Соню по лицу. В ботинках хлюпала вода. Дома уже все спят. Почему я не надела свитер? Куда я иду? Я ведь даже не знаю, что хочу. Кабачок, что мне загадать? Тебе? Да что хочешь! А вот мне-то что? Ты тоже не знаешь? Ну, что-нибудь стоящее. Кстати, что значит стоящее? У меня такое подозрение, что этого никто не знает. А зачем же тогда все идут? Надеются что-нибудь придумать. Ну, вот мы и пришли. Они вышли на поляну. Вокруг мерцали огоньки. Желтые, зеленые, красные. Соня поняла, что это глаза зверей. И они с кабачком стали пробираться поближе к источнику. Постороннее! Не бойся! Это старожил из соседней конюшни. Что значит постороннее? Здесь человек. Я только посмотреть. Я за нее ручаюсь. Она почти лошадь. Только без фокусов. Кто хочет сказать? Сятушка Халва, вы здесь? Сегодня у нас праздник. Весеннее исполнение желаний. Главное придумать, что загадать. И не забыть до поры до времени. Ура! Тихо. Кто-нибудь хочет что-нибудь сказать? А можно мы споем? Это что-то новенькое. Песня в честь весеннего полнолуния. Повисла над болотом весенняя луна. Придумать надо что-то, пока горит она. Повисла над болотом весенняя луна. Придумать надо что-то, пока горит она. Какая милая песня. Спасибо. А кто-нибудь хочет еще сказать или спеть? Нам бы полночь не пропустить с вашими песнями. Часы. У кого есть часы? Мы думали, после прошлого раза вы уж возьмете. Но где мы возьмем? А нам куда часы вешать? На копыта, что ли? Так я и знала. Опять никто не взял часы. Ой, не могу. Все желания придумали. О, я придумала. Соня, у тебя нет часов? Есть, но я ничего не вижу. У нас есть часы. Пропустите к лунному лучу. Все посторонились. Соня шагнула в лунный луч. Осталось две минуты. Две минуты. Две минуты. Две минуты. Звери засуетились и бросились к воде. Пустите меня. Подвиньтесь. Осталась одна минута. Соня зачерпнула пригоршни воды. Звери тоже приблизились к воде. Мой хвост! Отдайте хвост! Кому нужен ваш хвост? Пора! И тут раздался невероятный буль. Соня на мгновение подумала, что выпили всю воду. Ей даже стало жаль, что здесь больше никогда не будет источника. Она набрала в рот воды. Вода была ледяная. На зубах скрипел песок. Что же мне загадать? Я же совсем ничего не придумала. Хорошо учиться. Ерунда какая. Чтобы у меня была лошадь. А зачем мне лошадь? У меня есть кабачок. Чтобы мы выиграли соревнования. Ох нет, ну совсем по-детски. Папа бы загадал, чтобы я выросла хорошим человеком. А мама? Ну, наверное, чтобы не было дизентерии. Соня была готова заплакать. К тому же она поняла, что уронила часы. Кабачок! Но вокруг все так хлюпало, что Сонин голос утонул вместе с часами. Часы-то папины. Надо доставать. Она пошарила рукой в ледяной воде. Как холодно. И ничего не видно. Да, у меня же есть бенгальские. Она чиркнула спичкой. А дальше... Никто в точности не может сказать, что случилось дальше. Потому что вдруг все бросились на утек. Кто-то ясно видел огненный шар. Кто-то говорил, что упала звезда. Впрочем, все были уверены, что если какие желания избудутся, то загаданные в эту весеннюю ночь. Когда догорел бенгальский огонь, Соня обнаружила, что вокруг никого нет. Зато часы нашла. Кабачок! Я тут! Не знаешь, что это было? Что? То, что горело. Бенгальский огонь. Это ты устроила? Я. Хочешь, еще зажгу. У меня еще девять штук. А все-то перепугались. Они шли и жгли бенгальские огни. А когда они подходили к конюшне, Кабачок сказал... Мне кажется, у меня сегодня получилось. Что? Пить и думать одновременно. Да? А что ты загадал? Я загадал, чтобы все было хорошо. А что все? Ну, вообще, все. И Соня подумала, что более стоящего желания сложно придумать. И теперь, если ей кажется, что все хорошо, она знает. Это потому, что одна рыжая лошадка так захотела. Кстати, дизентерии не было. Здравствуй, лошадь! Глава семнадцатая. О том, как прошли соревнования. Подумаешь, соревнования. Мы с тобой не такие препятствия прыгали. Кто их вообще выдумал, эти дурацкие соревнования? Что с тобой? Я не люблю проигрывать. Мы выиграем. Я не обгоню этих долговязых. Длинные ноги еще не все. Главное, умение, ну, и везение. Легко сказать. Все будет хорошо. Смотри-ка, поперечные полосатые пришли за тебя побореть. Ой, что это с ними? Они все в зеленых пятнах. Пойду выясню. Только бегом, нам скоро на старт. Что это с вами? Эпидемия. Что? У конюха ветрянка. И нас намазали зеленкой. Маме халва посоветовала. Почему зеленкой? Как только болезнь собирается напасть, мы раз, ложимся в траву, и нас не видно. А как же я? Если я лягу в траву, меня будет видно. И еще бы, ты же рыжий. Что же делать? Тебя тоже надо намазать. Да, только зеленка кончилась. Я видел, там забор красят. Пойдем посмотрим. Внимание, до старта первого участника осталось десять минут. Но компания уже со всех ног бежала смотреть, как красят забор. Маляр уже ушел, но ведро с краской и кисточкой осталось. Краска была как раз зеленая. Оттенок не похож на траву. Хочешь болеть? Сначала поперечный и полосатый красили по очереди. Ведь не часто выпадает такая возможность, а покрасить лошадь в зеленый цвет. Но кабачок вспомнил, что участвует в соревнованиях. Надо бы поскорее. Тогда решили, что поперечный будет окунать кисточку в краску, а полосатый, сидя у кабачка на спине, красить. Но дело все равно шло медленно. О, есть идея. Послушай, кабачок, а ты прислонись к забору. Соня уже обыскалась кабачка, когда он вышел ей навстречу. Ой, боже! Что ты на меня так смотришь? Ты весь в зеленую полоску. И что? Ну, довольно странный вид. Зато ветрянка не пристанет. Лошади не болеют ветрянкой. А еще скажи, что кошки не болеют ветрянкой. Не болеют. Ты так думаешь? А халва говорит. Ой, посмотри на себя в зеркало. Смотри, какая там смешная зебра. Ты эта зебра. Я? Вот эта рыжая с зелененьким. Да. Полосатая? Да. Ты шутишь? Смешно. А мне нет. Что же делать? На старт приглашается Соня на лошади по кличке Кабачок. Пойдем. Может, не заметят. Я не могу в таком виде. А не надо было на забор ложиться? Я не ложился. Но Соня уже вспрыгнула в седло и решительно пришпорила кабачка. Когда они вышли на поле, на трибунах засмеялись. Я лучше пойду, погуляю. Всадник, начинайте. Шевелись. У тебя есть выход бежать так быстро, чтобы никто ничего не разглядел. И Кабачок понесся. А что было делать? Его душа разрывалась от отчаяния. Хоть бы никто не заметил. А Соня только считала барьеры, над которыми они проносились. Раз, три, семь. И вот уже осталось чуть-чуть. Вперед, Кабачок! Покажи, как зеленые летают! Давай, давай! Вот видишь, трибуны взорвались аплодисментами. Задыхаясь, Кабачок выскочил с поля, взбрыкнул, и Соня вылетела из седла. Что-то я не то сделал. Кабачок кинулся прочь. Соня нашла его за конюшней. Кабачок стоял и дрожал от возбуждения. Ай, давай я тебя помою. Кабачок встал под воду, и зеленая жижа заструилась в траву. Сначала Кабачок хотел сказать... Извини меня. Потом... В другой раз обязательно выиграем. Ты не сердишься? Но у него получилось... А ведь мы неплохо проехали. Да ты вообще у меня умница. Пойдем посмотрим результаты. Они шли, и все им улыбались. Ну что, какие результаты? У тебя первое место. Да ты что? Правда, что ли? А почему меня не награждают? Тебя награждают. Пойдем, нас все ждут. Их встретили громом аплодисментов. Кабачку прикрепили на уздечку красную розетку. А Соне подарили огромную коробку конфет. Заиграла музыка, а когда аплодисменты стихли, главный судья произнес... Внимание! Специальный приз жюри. Лошади по кличке Кабачок присуждается звание «Самая веселая лошадь». И вручается Качан Капусты. Видишь, Соня, а ты ругалась. Горе ты мое. И тут, не весть откуда, над трибунами взвелись зеленые флаги. Кабачок! 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 И вслед за ними на трибунах подхватили. Он стоял такой маленький среди больших лошадей. И большим лошадям было как-то неловко, что они такие большие. Здравствуй, лошадь! Глава восемнадцатая. Большая жизнь. И снова наступило лето. И снова полетели белые одуванчики. И однажды Кабачок обнаружил, что поперечные с полосатым выросли. Кошки быстро взрослеют. Теперь их было не узнать. У них появились какие-то тела. И они нередко пропадали по несколько дней. А возвращались в царапинах и с драными боками. Машка волновалась. Ты подрался, поперечный? Что ты, мама? Я шел по лесу, решил сократить, а кустарник оказался с колючками. Ах, хулиган! Давно хотела тебе сказать, пора детей к делу приучать. А то наберутся дурных манер от всяких уличных котов. Дурное к ним не пристанет, халва. Я бы на твоем месте давно пристроила бы их какие-нибудь хорошие руки. Домашними кошками? Целый день сидеть у окна? Гонять воробьев и драть обои, чтобы порадовать хозяев? Мои дети заслуживают большего. Мяу! В одно прекрасное утро Машка отправилась на базар. Закупив, как обычно, все необходимое, она хотела было уходить. Как вдруг... Портфели! Кому портфели? Министерские портфели! И Машка вдруг поняла, что эти портфели очень подойдут ее детям. Тут же вспомнила она и про дальнего своего родственника, Котофея Ивановича, сотрудника какого-то министерства. Она немедленно купила два портфеля и, взволнованная, вернулась домой. Пора начинать взрослую жизнь. У нас как раз на примете одно дело. Примерьте-ка портфели, а я пока буду писать Котофею Ивановичу. Зачем портфели? Пора делать карьеру. Скоро осень. И у нас были другие планы. Но Машка уже писала письмо. Здравствуйте, уважаемый Котофей Иванович. Давно от вас нет никаких известий. Как живете? Как поживают ваши аквариумные рыбки? У нас тоже все хорошо. Дети выросли. Прошу вас, позаботьтесь о них. Портфели у них уже есть. Остаюсь и ваша кузина Машка. Конюшня, лошадиная сторона. Кажется, все. Тоже мне подарок министерству. Две полоумные кошки. Именно подарок. Прежде всего, у них прекрасное образование. Какое? Самое высшее. Только я не хочу, чтобы мои дети шли в город пешком, как какие-нибудь голодранцы. Они должны въехать в город на белом коне. Было бы неплохо. А рыжий не подойдет? Мам, кони это банально. Мы приплывем в город на корабле. Осталось найти корабль. Мы как раз заканчиваем строительство судна «Пегас». Ух ты! А можно посмотреть? Все бросились к реке. У берега покачивалась огромная доска с палкой посередине. С палки свисала зимняя попонка кабачка. Вот! Да, никогда не знаешь, чего ждать от этих кошек. Когда отплытие? Завтра. Уже? А что тянуть кота за хвост? Что ты себе позволяешь? А что? Разве это неприличное выражение? Смотря какой хвост. На следующее утро провожающие толпились на берегу. Первым делом зайдите к Атофею Ивановичу. Письмо ему все объяснит. Портфели повесьте, чтобы не промокли. Вот и все. Вот и все. Не унывайте! Давай, министр, отчаливай! Пегас вытолкнули на середину реки, и он стоял там в ожидании ветра. Право руля, министр! У провожающих уже ноги и лапы устали махать, а Пегас так и не двинулся с места. Ветра не было. И тогда кабачок не выдержал и начал дуть на парус. Вот вам и ветерок. Вечно ты берешься не за свое дело, кабачок. Но если бы я не брался не за какое дело, как бы я понял, какое дело мое? Нот сдвинулся с места и поплыл. Теперь на пару стали дуть все. Кубачок, ты настоящий друг! А мне нельзя с вами? Мне хочется тоже куда-нибудь плыть. Тебя Пегас не выдержит. Я могу бежать по берегу. Не оставляй маму, ладно? Да, конечно, я понимаю. Не скучайте, прощайте! Узатые министры по парусам плывут. В окожанных портелях с собой они ведут. В них большие планы, им горя не беда. Скоро все изменится. Прощайте, господа! Как же они там будут без меня? Как-нибудь? Следите за прессой! И вот уже Пегас превратился в маленькую точку. Не люблю, когда уезжают. Это жизнь! И Халва была права. В тот же вечер корреспондент столичных новостей Никита Кошкин писал. Сегодня столичное судоходство приостановлено. Причина – неизвестный корабль с двумя кошками на борту. Корабль развернуло в узком месте, и он застрял, создавая препятствие проходящим судам. «Куда направляетесь?» – спросил я отважных матросов. «В министерство!» «Нам мама велела!» – был ответ. Машка вырезала эту заметку и повесила ее на стенку. Газета «Кошачьи трели» давала более подробную информацию. Сегодня в полдень столица замерла. С реки донеслась песня «Министерские портфели». Ее исполнили прямо с корабля два молодых кота. Гудели пароходы, завывала сирена, а песня лилась над столицей. Ничего более пронзительного я еще не слышал, признался известный продюсер Мышеловкин. «Ох уж эта желтая пресса!» Впрочем, и эта заметка была вырезана и повешена на стену. От поперечного с полосатым долго не было никаких известий. Может, у них секретное министерство? Поэтому и не пишут. И вот однажды, когда уже созрели подсолнухи, в конюшню принесли письмо. «Здравствуй, мама!» «Стать министрами не получилось, потому что мы стали моряками». «Как ты велела, мы зашли к твоему родственнику. Оказалось, Котофей неплохо готовит, особенно рыбу. И мы его взяли коком. Тебе от него поклон». «Как кабачок. Мы открыли остров и назвали его его именем, о чем поперечный написал стихами в газете «Ледовитый вестник». «Остров маленький, но кабачок тоже небольшой. Ждите к весне твои полосатые дети». «В конверте была газетная вырезка. Новый остров. Так была озаглавлена эта заметка». «Остров открыли!» «Вместо того, чтобы сидеть в министерстве». «И назвали кабачок!» «А почему не Руслан?» «Эээ... Я думаю, Руслан был бы и не в рифму». «Кабачок! А зачем тебе остров в Ледовитом океане? Там же холодно!» «Мои дети открыли остров! Кто бы мог подумать! Наверное, я все-таки не зря живу». «Не зря, Машка! Не зря!» «А потом наступила осень, а потом опять зима, весна и опять лето. Так всегда бывает». «Машка! Не зря, Машка!» «Лgehenворто», « Gamingиеор Neverсоны», « canalery aquest гум kann ченн National». «Я не знаю, מה!» «Л Pipя! Не зря, Машка! Не зря, Машка! Не зря!» «Машка! Не зря, Машка! Най не зря, Машка! Не зря, Машка!» «А потом нацэр сценарияème с друзья». «Я не знаю, как это сделан гba?» «Времена лето». «Времена мать лето».